Всем привет! С вами снова канал Порт Клиренс. Наша брокерская компания получает огромное количество вопросов от владельцев автомобилей на евро номерах на тему штрафов, вступающих в силу после 23 мая. Мы видим, что у автовладельцев есть большая масса ошибочных суждений и мифов на эту тему, потому давайте разбираться подробнее. Поехали! Все штрафы прописаны в законе Украины номер 26.12 от 8 ноября 2018 года, которым была запущена кампания по легализации временно ввезенных в Украину европейских авто. Напомню, что 23 мая это дедлайн для автовладельцев, после которого дальнейшее использование евроблях на территории Украины будет строго караться. Итак, штраф номер 1. Согласно статье 470 таможенного кодекса, за превышение срока доставки автомобиля при транзите на срок более чем 30 дней, а также за утерю автомобиля или его разукомплектование грозит штраф в размере 170 000 гривен или конфискация автомобиля. Сразу хочу заметить, что при определении наказания суды скорее всего будут отдавать предпочтение не конфискации, а штрафу. Так как автомобили в основной массе относительно дешевые, потому их реализация на аукционе принесет государству намного меньшие доходы, чем штрафы. Потому очень рискованно рассчитывать на то, что государство ограничится только конфискацией автомобиля. Таким образом, если резидент Украины заехал на автомобиле в Украину в режиме транзита и просрочил срок транзита более чем 30 дней, ему грозит огромный штраф в 170 000 гривен. Конечно же, в этой ситуации получается, что невыгодно продавать такой автомобиль другому гражданину либо на разборку, так как данные первоначально заехавшего в Украину гражданина, резидента, указаны в транзитной декларации и есть в базе таможни, потому привлечь к ответственности такого гражданина будет очень легко. Штраф номер два. Согласно статье 481 ТКУ, за нарушение срока временного воза автомобиля на срок более чем 30 дней, а также за утерю автомобиля или его разукомплектования, грозит штраф в размере 170 000 гривен или конфискация автомобиля. Штрафовать по этой статье должны того гражданина, который дал обязательства об обратном вывозе из Украины в день пересечения границы. Казалось бы, при использовании схемы с верблюдом штрафовать должны именно не резидента, и владельцу евробляхи можно было бы спокойно продать такой автомобиль на разборку. Ведь в случае обнаружения такого автомобиля полиции на разборке, оштрафуют именно не резидента верблюда. Но это далеко не так. Для таких случаев законодатель предусмотрел еще одну статью. Штраф номер три. Согласно статье 469 ТКУ, за передачу автомобиля, ввезенного в Украину в режиме временного ввоза или транзита, во владение, использование или распоряжение лицу, которое непосредственно не ввозило этот автомобиль в Украину, а также за использование такого автомобиля в целях предпринимательства или получения доходов, грозит штраф в размере 34 000 грн. Другими словами, если владелец евробляхи продаст ее на разборку, то по этой статье абсолютно легально оштрафуют и его, и владельцы разборки, так как оба они имели цель у получения доходов с такого автомобиля. Итак, озвученные три статьи не позволят уйти от ответственности ни верблюдам, ни резидентам Украины, которые после 23 мая продолжат находиться за рулем таких автомобилей, или продадут их на разборку. А теперь классическая вишенка на тортике. Почему-то все забывают, что озвученные штрафы это так называемые административные санкции, установленные таможенным кодексом. А ведь есть еще и финансовые санкции, установленные налоговым кодексом, в котором есть два неприятных пункта 206.16 и 218.3. Согласно этих пунктов лицо, виновное нарушению таможенных правил обязано уплатить в бюджет все суммы неуплаченных налогов, которые были начислены условно при временном ввозе или транзите. Другими словами, к перечисленным штрафам добавляется еще и полная сумма импортных налогов, пошлина акций с НДС, а также пеня за весь срок от даты ввоза автомобиля в Украину до даты погрешения налогового обязательства. Режимируя, хочу порекомендовать всем автовладельцам и владельцам евроблях, как можно быстрее легализовать автомобиль, оформив его свободное обращение и не рисковать со штрафами. Сейчас, за месяц до бедлайна, уже для вас не стоит вопрос, стоит ли ждать продление льготного периода и скидки на 50% на акции. Сейчас для вас уже стоит вопрос, как быстрее уйти от этих громадных штрафов, которые вступят в силу с 24 мая. Желаю всем удачи в принятии этих нелегких решений и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова